здравствуйте друзья mercedes все никак не может спать спокойно из-за достижений porsche и судя по всему трех лучевая звезда хочет во всем опередить своего конкурента и сегодня я вам расскажу о новом проекте компании который будет конкурировать с porsche тайкан это amg gt новое поколение четырехдверного gt только вот никакой гибридной силовой установки вы здесь не найдете это электрокар это первый автомобиль компании построены на новой специализированной платформе mercedes amg и а фишка этой платформы в том что она была создана исключительно под модели amg разработанные усилиями подразделения mercedes amg без вмешательства материнской компании сам автомобиль станет пионером в области различных технологий и неофициально будет самым продвинутым и технологичным mercedes на рынке предлагая решения которых еще ни у кого нет одним из таких решений станет умная подвеска с использованием более мощного вычислительного ядра адаптирующего автомобиль под различные условия в новом gt будет использоваться в четыре раза мощнее подсистема чем в нынешних электрокарах системой гиперскрин и подвеской airmatic gt также получит свою особую версию операционной системы от mercedes которая со временем появится и в остальных моделях компании и через нее можно будет влиять на различные узлы автомобиля больше всего конечно же впечатляет технологии которые mercedes использует в силовой части проекта в этой части mercedes уже ведет активную работу с американской компанией сила занимающийся производством материалов для аккумуляторов следующего поколения их главная сила заключена в кремниевом аноде инновационный материал для анода содержит высокий уровень кремния благодаря чему удалось повысить плотность энергии батарей без ущерба для безопасности или других рабочих параметров в сравнении с сегодняшними коммерчески доступными батареями сопоставимого формата технология сила позволяет увеличить плотность энергии на 20-40 процентов достигая результата более чем 800 ватт час на литр на уровне элемента это важная разработка позволяет таким батареям хранить гораздо больше энергии в том же объеме тем самым значительно увеличивая запас хода своих будущих автомобилей без увеличения веса и габаритов самой батареи и такая батарея будет использоваться в новом gt но это еще не все топовой конфигурации amg gt mercedes будет использовать четырех моторную силовую установку открывающий перед спортивными моделями mercedes невероятные возможности но если использовать обычные моторы установка будет прожорливой и тяжелой поэтому в mercedes пошли на радикальный шаг и приобрели британскую компанию яса эта сделка открыла немецкому автопроизводителю доступ к передовым технологиям в области электромоторов главной изюминкой моторов от яса является их аксиальная конструкция в отличие от традиционных электромоторов где магнитный поток направлен перпендикулярно оси вращения в аксиальных моторах ясом он параллелен ей это позволяет создавать более компактные легкие и мощные силовые агрегаты также аксиальные моторы от яса обладают значительно более высокой мощностью в сравнении с традиционными решениями это означает что такие моторы могут выдавать больше мощности при аналогичных размерах и весе традиционных моторов также благодаря своей конструкции аксиальные моторы отличаются высокой эффективностью и кпд что положительно сказывается на запасе хода электромобиля и расходе электроэнергии и у amg gt будет четыре таких мотора мощностью почти в тысячу сил и полторы тысячи ньютон-метров момента в самом мощном исполнении динамика у модели будет соответствующей mercedes уже намекают что новинка вплотную приблизиться к порогу в две секунды в разгоне до первой сотни а максимальная скорость будет неестественно большой как для электрокара с двигателями яса mercedes уже успел нас познакомить например концепт-кар vision 1 11 оснащен такими аксиальными моторами от ясом что позволяет ему выдавать мощность почти в 1300 сил что очень недурно чтобы лучше понимать в каком направлении новинка будет двигаться в плане дизайна достаточно взглянуть на концепт vision amg так как многие дизайнерские элементы будут взяты именно отсюда а когда же компания планирует показать новинку раньше чем в следующем году новинку ждать точно не стоит проект находится на раннем этапе тестирования так что придется немного подождать итальянский производитель эксклюзивных автомобилей пенинфорина представил в живую первый из четырех гиперкаров вдохновленных образом бэтмена на неделе автоспорта в монтерея калифорния этот полностью электрический автомобиль названный пенинфорина б 95 год им построен на платформе отримок и имеет открытый кузов типа баркета дизайн и характеристики автомобиля вдохновлены легендарным супергероем бэтменом все четыре уникальных гиперкара были представлены в цифровом виде 30 апреля но только в этом месяце компания даст возможность познакомиться с автомобилем живую и озвучила стоимость проектов все они созданы в содружестве с warner brothers и relevance international владеющий правами на вымышленного персонажа из вселенной дисси компании настолько серьезно подошли к живому дебюту новинки что для этого случая его сфотографировали рядом с легендарным бэтмобилем тамблер из трилогии темный рыцарь в студии где собственно говоря и снимали сам фильм сам автомобиль окрашен в черный глянцевый цвет argento vittorio с черными матовыми и глянцевыми колесными дисками интерьер отделан коричневой кожей с интересным стежком и коричневой строчкой пенинфорина также добавила логотипы вейн enterprises на кузов шасси и дверные панели а также уникальную графику на информационном дисплее и добавила виртуального помощника с голосом альфреда пениворта дворецкого брюса уэйна наконец цитата все люди имеют ограничения я игнорирую своим нанесена на дверной панели со стороны водителя как и стандартные пенинфорина б 95 барчета уникальная версия год им оснащена четырьмя электромоторами общей мощностью в 1900 сил и питается от литий-ионной аккумуляторной батареи емкостью в 120 киловатт-часов на первую сотню автомобиль тратит менее двух секунд остальные автомобили с тематикой бэтмена также будут иметь одинаковую платформу и характеристики от римок публичная премьера пенинфорина б 95 готэм состоится 16 августа на неделе автоспорта в монтерее по словам компании это будет выставочный автомобиль так как настоящий экземпляр предназначенный для клиента в настоящее время строится в ателье пенинфорина комбиано италия физические дебюты 95 дарк найт и батиста дарк найт вероятно последует позже пенинфорина выпустит только по одному экземпляру каждой уникальной модели цена на батиста составляет три миллиона семьсот четыре тысячи долларов а за уникальный б 95 дарк найт придется выложить 5 миллионов триста тридцать восемь тысяч долларов хотите себя почувствовать брюсом уэйном что ж придется раскошелиться правда костюм бэтмена придется покупать отдельно что ж друзья на этой веселой ноте я завершаю выпуск спасибо что посмотрели этот ролик надеюсь что вам было интересно и напоминаю чтобы не пропускать новые видео рекомендую подписаться на канал а также не забывайте о странице в инстаграме доступной по ссылке в описании всем удачи и до встречи субтитры сделал DimaTorzok и Субтитры сделал DimaTorzok